Здравствуйте, я Лилия Игликова. Цивилизационный выбор Казахстана тема нашего разговора с юристом Романом Улановым. Роман, здравствуйте. Вы называете себя политическим синтетиком. Почему? Что означает это выражение? Тем более, что синтетик это чуть ли не ругательное слово в наше время. Ну, правда, да. Коннотации могут возникать различные, конечно, с синтетиком. Но дело в том, что есть же две операции формальной логики, например, анализ и синтез. Мне больше нравится все-таки соединение, нежели разъединение. Ну, и здесь есть доля иронии, конечно. Я не претендую на какие-то там политические прямо так заслуги или великие выводы. Но хотелось бы соединять все-таки, а не разъединять. Но, тем не менее, вы автор телеграм-канала. И вы, собственно, если я назову вас политическим аналитикам, то, думаю, не ошибусь. И перейдем уже к нашей теме. Первый вопрос. Президент Казахстана посетил парад победы в Москве. Как сообщает BBC News, я даже процитирую, присутствовать на параде, как сообщалось ранее, вместе с Путиным будет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Но в последний момент российской дипломатии удалось уговорить на поездку в Москву и других глав СНГ. Вот мне интересно, как вообще формируется информационное пространство? Откуда такую информацию могли достать журналисты этого очень уважаемого издания? Ну, вы меня, Лиля, прям в тупик ставите. Тут можно только гадать, откуда у столь уважаемого издания, издательского дома, или как это можно назвать, средства массовой дезинформации, может быть. Разные названия у современных СМИ существуют, я бы, наверное, обратил все-таки не на мнение журналистов западного телеканала внимание, а все-таки на саму фактологию. Действительно, как вот BBC подмечает правильно, неожиданно они там оказались. Вся пятерка. Центральная Азия, Казахстан, вот как-то вроде ничего не предвещало, и вроде парад обещал быть скучным с больным Лукашенко, да, Путин бы там сидел. А тут возьми, ни с ниоткуда появилась целая кавалькада, да, восточных управителей. Ходят упорные слухи по этому поводу, да, ну как, источники близкие к, да, что тут не обошлось без Китая, без китайского влияния. Смотрите, ведь совсем недавно Казахстан посещала делегация неких финансовых, так сказать, комиссаров, что ли, из США. Они приезжали к нам в Казахстан, они приезжали, потом уехали в Киргизию, кажется, в Узбекистан, дальше я не наблюдал. Мне интересно, собственно, наша вот страновая, да, действительность и наше положение в общей конве, так сказать, происходящего. Приезжали, что нам рассказали средства массовой информации, что журили наших, понимаете ли, чиновников, да, финансовые власти нашей страны. Журили они на правах кого, я и так и не понял. Наверное, ну, старших партнеров, что ли, или кто они. Ну, в общем, вышло так, интонации в СМИ были таковы, что, да и фактология была такова, что, проще говоря, Казахстану кинули предъяву. Ну, по-пацански скажем, да, так просто. Либо вы дальше торгуете там с Россией, чем попало, либо на вас санкции. Вот выбирайте. Я не знаю, из чего исходят наши финансовые власти, да, то ли из интересов Казахстана, то ли из интересов своих личных. Это не столь важно. А было принято решение, все-таки оно звучно на высшем уровне, да, то, что, как бы, вот мы никакого экспорта там, чуть ли не никакого экспорта, да, в Россию не будем делать. И нефть мы куда-то там уже в обход отправляем, все прочее. Как бы, ну, вот, что ли, старшие партнеры, назовем их так, да, как будто бы убедили. Ну, и какой тут в этом смысл, да, ехать? Не вижу, да, вот особого бы смысла, там числу к седьмому, да, засобираться неожиданно в Москву. Ну, зачем-то вот взяли и оказались там, можно так сказать, наверное, что ли, ну, против своего желания, что ли, или против желания своих заморских партнеров, старших, или как это. Говорить тут можно много, но факт остается фактом. Вся пятерка оказалась в Москве. О чем они там говорили, можем только догадываться, в кулуары мы не вхожи. Но нужно заметить еще одну немаловажную фактическую вещь. Ведь скоро встреча в Сиане, диалог Центральной Азии-Китай. Давайте посмотрим с точки зрения фактических обстоятельств. Кто такой Си Цзиньпин и что такое Китай? Если говорить в макрополитическом масштабе, в макровластном масштабе вообще, да, если говорить именно с точки зрения теории власти, то Си Цзиньпин это, в принципе, не коронованный император Китайской империи. Вот. Есть, гуляют, может быть, кто-то видел по интернету фотографии с Путиным, которого ставят в стасидию. Стасидия это такое специальное стоячее коронационное кресло у монахов на Афоне. Зачем они его затолкали в это кресло, я не знаю. Монахи я никогда и не был на Афоне, да. Но факт остается фактом. Понимаете, Путин стоял в царском кресле. Значит, кто-то его все-таки вот в какой-то такой роли его видит, да. Ну и злые языки твердят постоянно, что как бы, ну вот там поднимает в России голову такое, ну уже даже не поветрие, да. Там есть публично появляется постоянно Царевич Гоша, такой вот персонаж, да. Он больше, конечно, Гугенцоллер, но что-то там про Российский престол. Так вот, в раскладах международных у нас наблюдается тройник. Некоронованные два императора и заморские воротилы денег, которые попытаются сейчас привести, так сказать, ну возьму, наверное, сильное слово, к покорности, наверное. К чьей покорности? Вот кто из троих приведет. Каждый довод свой, соответственно, будет приведить, приводить. Американская сторона привела свой финансовый довод. А Россия, ну вот, там уже разъехались, десятая сегодня, да, свой довод. Видимо, там были куларные встречи, были потом обеды всем вместе. О чем-то же эти люди говорили. Ну, явно не о погоде. Некоронованные императоры, вы говорите, у меня возникло сразу несколько вопросов по поводу сказанного вами. Если два императора и оба некоронованные, означает ли это, что в ближайшем будущем ожидается коронация? Чья? Одного из них или сразу двоих? Как это все будет? Как вообще Сильдзинбин решился поехать в Москву в то время, когда все-таки официальная Москва находилась в очень жесткой изоляции? Видимо, были очень серьезные причины. Еще вопрос сюда же. Вы сказали, что президенты пяти среднеазиатских республик все-таки их заставили приехать на военный парад в Москву. Но кто их мог заставить? Может быть, это был такой каминг-аут, когда можно было показать свою позицию, кого они решительно готовы поддержать или кого они вынуждены поддерживать? Видите, с политологической, если то через угла такого политологического отсюда исходить, то нужно говорить о субординации. Дело в том, что, понимаете, власть вещь такая, которая, скорее всего, устроена даже не по феодальному принципу, а по принципу родовому. Но дело в том, что деградация нынешней политической, в мировой политической системе, которая была вот буквально совсем недавно единой, привела к тому, что в обиход входят такие, ну, феодальные, что ли, принципы. И поэтому императору не принято отказывать, понимаете. Если император зовет к своему двору, то князю-то удельному надо ехать. А почему я так смело рассуждаю? Да, ну, вряд ли можно спорить, что Китай – это все-таки значимая вещь на мировой арене и со своим мнением. А почему я так говорю? Потому что у них есть свой международный, вообще-то даже они его, наверное, могут уготовить для всего мира, проект Датун. Счастье всего человечества. Они построили Сяокан, среднезажиточное общество, а теперь по завету своих предков переходят к Датун. Ну, это элементарный курс философии, там, второй курс института, да, СИЗМ. Вот. Они идут к Датуну и готовы делиться им, собственно, со всеми, кто поддержит, кто разделит эту вещь. А вопрос в другом. Нужно становиться китайцем для этого. Ну, не может Датун, я не знаю, на англичанина там вот как-то распространиться. На индус он даже не может. Там постепенно нужно, никто не говорит о генетическом, но там именно культурно, понимаете, политический аспект. Там надо становиться китайцем. Если присмотреться к сообщениям информагентства о том, что все они будут встречи Центральной Азии и Китай 19-го числа, то есть из Москвы наши лидеры Центральной Азии, полетят, через неделю окажутся в Китае, у двора его императорского величества, не коронованного, но... Тут необходимо же понимать, что информагентство указали, для чего проводится эта встреча. для укрепления политического взаимодействия и основания стратегического партнерства. Китай — это ведь иероглифическое изъяснение, да? Они очень конкретны. Это не наши абстрактные буковки, это конкретика иероглифа. И если они пишут стратегическое партнерство, а кому они еще пишут стратегическое партнерство? Соединенным Штатам Америки. С Россией они кто? Добрые соседи. Имейте разницу, имеется разница. Добрые соседи — дружба дружбы, табачок врозь. Все говорят, что вот неожиданно на фронт украинский поедет китайская в помощь российскому, да, да не едет что-то. Поэтому соседи добрые. Для Китая Россия тыл. А что же такое Центральная Азия, Казахстан тогда для Китая? А тоже тыл и поставщик так необходимых ему ресурсов. Поэтому видите же, в чем дело? Политология. Можно долго ходить вокруг фактов, да? Но синтетика-то в чем заключается? Вот мы разложили анализ, да, посмотрели, а собрать не собрали. Нужно собрать. Какие смыслы здесь есть? Что предложили американцы? Американцы на нас накричали. Как ни на нерадивых, ни смышленых шли. В Москве, я не знаю, скорее всего, это что-то такое нейтрально-историческое, да, общение шло. У нас много общего с Россией, общая история и все прочее. Я не знаю, Россия сама в себе просто запуталась. У нее нет ни великого проекта. Она сама не знает, что она хочет. И черт знает, что у нее произойдет. Что она может предложить Средней Азии? Бог весть. Кроме газа из какого-нибудь Сургута. Но это же все-таки не ценность, а не смыслы, вокруг которых объединяется что-то большее. А всего лишь некие интересы. Так вот, закончу мысль на том, что именно Китай, как самый заинтересованный в том, чтобы в Центральной Азии было тихо, спокойно, без всяких эксцессов, потому как у него все это будет с лихвой в Тихоокеанской зоне. А Китай будет действовать пряником, методом, если американцы кнут, россияне и трав, то Китай остается пряником. Посмотрите, сколько за этот год прекрасных китайских автомобилей появилось у нас на дорогах. Люди с удовольствием на них ездят. Давайте продолжим эту мысль. Китай взял у Советского Союза то, от чего мы так легко отказались, плановую экономику. И эта плановая экономика все-таки стала уже традиционным ведением хозяйства в китайской экономике. И самое главное, то, о чем мы совсем забыли, это жесткая отчетность. За каждый потраченный юань, за каждое построенное или не построенное здание, то есть планы есть по этим планам, по окончанию сроков нужно отчитаться. А если мы разложили все-таки все кубики по полочкам, и нам надо будет все-таки собрать, на что ориентироваться нужно? На экономические какие-то интересы, по вашему мнению, которые я сейчас уже затронула? На военно-политические? Помните, мы любили несколько лет назад повторять фразу о военных зонтиках над Казахстаном? Сейчас оно как-то, опять же, забывается. Или все-таки на культурно-исторические общие корни? Дело в том, что, да, мы опять же находимся, еще раз повторюсь, в цивилизационном, в точке цивилизационного выбора. У нас есть общность культуры с Россией. Ну, мы жили в Советском Союзе, мы там жили в Российской империи, по-любому, да, есть общность культурная, есть общность какая-то политическая, да, ну, и в конце концов, просто люди у нас живут зачастую там на две страны, имея дела и там, и там, а может быть даже и семьи, и там, и там. А вот, а в случае, ведь, выбора, он будет, скорее всего, окончательным на эту итерацию ближайшую, и вырваться из-под вот этого выбора будет очень сложно. В случае, если выбрать Китай, так Датун не даст шанса не сделаться китайцами. Это придется ломать культуру, а вы же прекрасно знаете, что у нас очень такое щепетильное, мягко говоря, отношение именно к китайскому, ну, может быть, надуманному, да, экспансизму некому. А ведь, смотрите, например, мы видели там в средствах массовой информации, да, некие китайские карты с присоединенными к Китаю там территориями Казахстана. Дело в том, что, ну, тут вещь-то такая, средства массовой информации, это такая управляемая довольно вещь. Вот экономика рыночная может быть неуправляемая, а средства массовой информации, они должны двигаться в неком ключе. А ведь в Китае тоже он не единый, не монолитен, да, там всегда, ну, вот сейчас после съездов последних партий там как-то все поменялось. И, кстати, посмотрите, карты исчезли, вот этих захватничеств. А до этого, ну, кто их публиковал? Там же комсомольцы есть, которые хотят с Западом дружить. А есть красно-желтые коммунисты, да, почему красно-желтые? Ну, коммунизм красное, а желтые, ну, это раса желтых людей. Роман, а почему мы говорим сейчас о Китае? Ведь оттуда и предложений никаких подобных не поступало. Вот из Турции, да, поступало, великий Туран. Прекрасно. Лично мое мнение, что Туран это не турецкий проект, а британский. Ну, если мы хотим, допустим, ездить в Москву через Стамбул, ну, хорошо, мы можем к стамбульскому султану обращаться, он будет ездить там в Москву и решать за нас наши дела. Не проще ли ездить в Москву самим? Если говорить о западном влиянии, какие предложения к нам поступали из тех же Соединенных Штатов Америки? Мы видим, да, что работает на территории всего постсоветского пространства, особенно это касается не России, а других государств, участниц СНГ, влияние западных фондов. Фонд развития демократии, фонд Сороса, продвижение западных ценностей, продвижение социалистических идей, но я бы сказала, что с неким оттенком ЛГБТ-влияния, но это нарушение заповедей, оттенки феминизма и прочих движений, которые нацелены, в принципе, все в одну точку на разрушение семьи. Почему это? Потому что это разрушение традиционного общества. Ну, когда семья, это один холодильник, а когда они развелись, это два холодильника уже. Ну, торговать так проще. Атомизация общества. Не настаиваю ни на чем, да, но хочу сказать, что, ну вот еще раз повторимся, да, приезжали-то послы, причем американские-то, не самого высокого ранга, и угрожали же, ну, что у них конструктивного есть? Только угрозы. Ну, разве угрозы пытками, насилием, это конструктивный диалог? Я себе очень сильно сомневаюсь. Опустим все вот это, то, что творится у них там в сфере секс-просвета и всего прочего. Просто, ну, с чего мы должны вестись на эту силу? Только лишь потому, что кто-то давным-давно у нас в стране повелся на рассказы заморских ребят о том, что в офшорах ничего не видно и никогда не будет слышно. Ну, глупости. Все британские офшоры прекрасно скринятся. Ну, Панамагейт мало, что ли. Надо было, понадобилось, открыли. Привели всех к покорности, кто там держал денежки. А кто не хотел, так еще и рассказали везде, потрепались на углах. Они думали, что там деньги любят тишину и будут в спокойствии. Нет, этого не будет. А там будут выламывать руки. И стоит ли стране, государству, стоит ли ставить кон на кон государственные интересы заради интересов отдельных личностей? Ну, вот политология, я думаю, с этой трактовкой не согласится и скажет, что, ну, все-таки общее это больше, нежели частность, чем составляющая часть. И в этом случае можно сказать, что, ну, конструктива-то нет сразу у двух сторон, да? И заметьте, я говорил то, что нам пока еще предлагают. Потому что ситуация с обвалом старого мироустройства такова, что обстоятельства непреодолимой силы нас просто куда-то загонят туда, куда уже не просто не будут предлагать, а будут брать деньги за вход. Вы говорите, почему мы должны вестись на это. А почему мы ведемся, поставлю вопрос иначе. Ведь на самом деле, сколько у нас ЛГБТ-сообществ уже существует, зарегистрировано в Казахстане или незарегистрированных. Посмотрите, что происходит у нас на улицах города. 8 марта выходят в основном феминистки и представители сексуальных меньшинств. И акиматы почему-то дают разрешение этим людям выходить. Мы слышим претензии по толерантности, но на самом деле занимайтесь, люди, чем вам нравится, у себя, дома. И не обязательно это выносить на публику. И ваши каменкауты никому не интересны. Разве не так? Хорошо, что, допустим, у нас в продвижении законов частично в Кодексе о здоровье народа, частично в законе, проекте закона о насилии в семье, мы замечаем, опять же, оттенки западных ценностей, касающиеся экономического насилия, трудового насилия между родителями и детьми. Уже появляются окна Авертона, в которых обсуждается ювенальная юстиция. А что это? Почему это все продвигается? Почему это все так легко продвигается в Казахстане? Ну, потому что либерализм вместе с построением всеобщей экономики также принес и свои понимания ценностей. И он вот буквально недавно был глобален. Ну и мы, как Казахстан, как страна, как каждый человек, мы воспитывались в этих ценностях, либеральных, помешанных на новых изводах теперь уже. Почему это все еще пестуется и продвигается? Ну, уходящая эпоха не уходит одноразово? И все-таки политические силы пытаются что-то там продвинуть. И грех тому политику, который поднимет лапки в сложной ситуации и скажет, нет-нет-нет, что вы, все, я убегаю. Наши западные, условно говоря, партнеры совсем не лыком шиты. Хотелось бы процитировать ваше высказывание, взятое с телеграм-канала. С семьей народов все непросто. Деятельность не на поверхности. Но кто надо, тот в курсе и сам знает, почему, по какой причине он, через не хочу, оказался в эти дни в Москве. Возвращаемся к теме 9 мая, Парада Победы. Но хочу спросить уже о несколько другом. Все-таки мы говорим о некой семье народов или о конкуренции, в которой оказались эти народы. Каждому нужно выживать. А условия, когда геополитические игры накаляются, очень непростые. Знаете, есть такой историк Андрей Фурсов. Он у вас был на канале. Да. У него есть меткое выражение. Причем это не его, я не помню, кого он цитирует, но я слышал от него. Дело в том, что из-за социального ада, который при сломе глобальных систем, безусловно, может наступить на раз-два и обчелся. Ну, тем более, многие еще и работают на разрушение, прямо на кровавое разрушение. Многим политическим силам, наверное, было бы выгодно вообще развязать Третью мировую войну. Но этого пока не происходит. Ну, и вообще на спадах экономических больших войн никогда не бывает. Таких прям глобальных. Не на что воевать. Так в итоге, что мы имеем под семьей народов? Вы правильно сказали? Да, есть как бы два таких эсхатологических выбора. Ну, либо конкурировать со всеми. То есть, грабь ближнего. Грабить дальнего не надо, потому что это не целевая и неэффективная трата ресурсов. Грабь ближнего. Надежнее будет. Бей своих, чтобы чужие там боялись. Либо же это семья народов, из которой не младшего брата, есть младшие братья, папы, мамы, может быть, там старшие братья, умницы, сестры и все прочее. И из семьи народов, из семьи не выбрасывают на мороз. Ну, из нормальной семьи. Не из ЛГБТ какой-нибудь там, я не знаю, с какими целями они вообще существуют в этом мире. Кроме как с политическими, наверное. Это манифестация политических целей такая. Ведь нас много, и мы тут разные, и договориться мы не можем, потому что это квир, это кефир, это сряженка, сметана. Ну, как тут договоришься? Атомизация. В кулачок ничего не соберешь, да, с такими людьми, чтобы чего-то совершить. И опять же, общая, всегда больше частного, и поэтому семья народов, вот я ввожу такую, может, не политологическую, ну, пусть будет для меня политологическое такое понятие. А ведь оно касается государственных устройств и всего прочего, и смыслов главное. И семья народов именно уходит к кому? В нашу историю. А ведь у нас было две семьи народов при Чингисхане, и как это ни парадоксально, при Сталине. В этой семье народов жили Китай, Россия, Хулагиды, кто это? Израиль был в одной семье народов вместе с китайцами, и все это покрывало смысловой оболочкой Яса Чингисхана. Надо было 56 пунктов, все, на этом все держалось. Теперь у нас есть сотни миллионов законов, а что говорит Писание о законах евреям евреи? Закон еще ничего не дожил до совершенства. Так, что ж мы вот этим вот уходящим порядком пытаемся... Нет, кто-то может смотреть в прошлое, но он там тогда и останется, да? Ну, опять же, вот я как-то у вас говорил о том, что элиты наших очень хотят остаться в статусе КВО, как оно было, ничего не меняя. Ну, это заблуждение. Единственное, жалко, что страну грохать можно таким способом на раз-два. Так вот, возвращаясь к семье народов и к цивилизационному выбору, смотрите, был Чингисхан, потом, ну, да, все называют это империей, да, но империум это латинское слово, это латиняне принесли. На самом деле, китайские источники, а у них все записано, говорят об Эхэ Монголу Лус. Это совсем не империя, потому что были составные части, они управлялись на своих, по своему порядку и все остальное. А второй извод этой империи был уже при Сталине. Смотрите, умер Сталин при Сталине. Иран? Откуда радиолы 60-х годов в Иране, скажите, советского производства? Посмотрите в сети и поинтересуйтесь, откуда вы ранее, как казалось бы, абсолютно русский, да, самовар. У них памятники самоваром стоят. И они стоят, и они говорят, что это их уже культура самовара, варенье, чаю. Посмотрите на страны, где пьют чай. Нет, кофе в доме может быть. Но зайди в любом дом, в Казахстане, Китае, Корее, Японии даже, и вплоть до Сербии, везде будет чай. Может быть, румыны. У румынов кофейная культура, насколько я знаю, недавно читал. И у всех у нас есть пельмени. Ну, вплоть до таких мелочей, понимаете, мы семья народов. Так мы призваны конкурировать между собой, давя друг друга, перекрывая друг другу кислород и границы, и все прочее. Так я не знаю, как мы будем конкурировать с раненым медведем. Предлагаю... Наши тетерева готовы атаковать, прям вот, атаковать в смысле на таку, простоять перед раненым медведем. Предлагаю синтезировать уже вывод из всего сказанного сегодня. Нужно? Все-таки цивилизационный выбор Казахстана, он должен быть сделан при учитывании всех национальных интересов Казахстана. И экономических, и политических, и культурных запросов. По вашему мнению, все-таки этот выбор нужно делать или нужно как-то вести политику, укреплять внутреннюю политику, внутреннее развитие экономики, ориентируясь на внешние проявления мира, как на такую турбулентную ситуацию, которую нужно просто пережить? Можно, конечно, рассчитывать на свои силы и построение своего внутреннего рынка. На 20 миллионах населения, ну, мы построим что-нибудь такое из века 17-го. Вот там зарождение паровой машины, что-нибудь такое, там уголь, трали-вали, вот это суверенный рынок. Тут не будет ни электроэнергии, лучинку будем сжечь, я думаю, так вот где-то вот. Для нормальной современной экономики нужно миллионов 500 платежеспособного населения. Платежеспособного, не просто каких-то бедуинов, скачущих там по пескам, а именно платежеспособного. Современная экономика требует не менее 500 миллионов населения. А это минус дети, старики, неплатежеспособное, вот это все. То есть там где-то миллионов под 700, да, вот в натуральном выражении всего населения, в нормальном рынке, в нормальной такой области должно быть. Это если говорить об экономике, но мы же говорили то, что у нас цивилизационный выбор. А нам нужно выбрать именно, кем мы будем потом. А почему мы должны вообще выбирать? А выбираем мы только потому, что у нас у самих нет никакого внешнего... Что мы можем предложить миру? Ну, не знаю, давайте пофантазируем казахский мир. Ну, он русский, мы предложили русский мир. Что мы можем? У нас есть своя идея, что мы... Давайте всех напоим кумусом. Да, я не знаю, я не вижу идеи в политикуме, которая бы сказала, вот я претендую на всемирность. Нет, это весь мир пытается претендовать пока вот на Центральную Азию и управлять ею. А сделать выбор нам необходимо. Делать, иначе за нас его сделают непредалимые обстоятельства. Никто ни за кем бегать не будет. Времена наступают серьезные и жесткие. И если будущие гегемоны чего-то предлагают, нужно это очень взвесить политически грамотному руководителю государства. И дать себе отчет, а есть ли команда, которая будет реализовывать вот эти договоренности. Я вам приду простой пример. Си Цзиньпин дважды приезжал к Путину, и Путин дважды приезжал к нему. Они жали руки по поводу того, что смотрите, уже в Казахстане заканчивается трасса западной Китая и восточная Европа. Давайте, стройте свою. Жали руки, обнимались, спускали на уровень правительства. И где эта трасса? Си Цзиньпин, ладно, подумал, что ну мало ли что бывает. Приехал второй раз, говорит, давай Москва-Казань. 400 километров в час, ух, поезд будет китайский носиться, давай. Пожали руки, обнялись, разъехались. На уровень правительства спустили, где эта трасса? Мост они строили 15 лет через Амур. Китайцы построили до границы, Россия строила 15 лет, там, я не знаю, 2 километра. Да, цивилизационный выбор Казахстана по-любому придется делать. И все зависит от возможностей той политической группировки, которая, собственно, претендует на будущее, а не на прошлое. Удержание всегда ведет к поражению. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.